Кривая дорожка, на которую пытаясь удовлетворить свое пагубное пристрастие, встают наркозависимые, нередко приводят последних в места не столь отдаленные. Но как ни странно, именно за решеткой многие наркоманы начинают внутреннюю борьбу с зависимостью. Тему продолжит Анжелика Королева. Простая и в общем-то нередкая история. Вернувшись из армии, Юрий Мухортов не смог найти себя в жизни. Зато безработные друзья предложили, как весело скоротать время и заработать денег. Не то, что продавал, а помогал приобретать вот так вот. Друзья, например, есть вместе, собрались, давайте вместе употребляем. Давайте. Кажущаяся легкость привела к тяжелым последствиям. Из-за наркотиков Юрий попал за решетку. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Сейчас он легко читает молитвы на старославянском. А поначалу признается, особо не верил ни в себя, ни в Бога. Но во второй раз попав за решетку, Юрий Мухортов решил приобщиться к миру религии и независимых от наркотиков людей. Считает, что к этому его привела судьба. Только начинал употреблять, и сразу это все заканчивалось тюрьмой. Как будто у меня такое ощущение, что кто-то ограждал от этого. Во второй рязанской колонии содержится около полутора тысяч осужденных. Каждый пятый – бывший наркоман. Насильно бросившие зелья чаще всего не готовы к этому. И трудотерапия, и возможность получать образование или обращение к религии – только следующий этап излечения. Сначала медицинские препараты и работа с психологом. Тем более, что преград к честной жизни немало. Была попытка проноса одной женой осужденного в верхней одежде, какого-то там пакетика с наркотическим средством. Естественно, силами нашего оперативного режима аппарата эта попытка была пресечена. И материалы переданы в Федеральную службу наркоконтроля для привлечения этой гражданки к уголовной ответственности. В Рязани ежегодно изымают сотни килограммов наркотических средств. Наркоторговцы придумывают все новые способы распространения наркотиков. Реклама спайсов повсюду – на стенах домов и заборах. А достать более серьезные средства нередко помогают в нехороших компаниях. Однако, по словам человека, который сам и употреблял, и распространял, выбор есть всегда. И перекладывая ответственность на других, человек обманывает лишь себя. Любая компания, можно сказать, я не буду употреблять. Да и все. А я именно осознанно, получается, брал и употреблял. То есть, на тот момент не понимал, что делаю, причиняю какую-то боль тем людям, которые меня окружают. Юрий Мухортов теперь помогает тем, кто только попал за колючую проволоку, сделать правильный выбор. Свободы от наркотиков, а значит в будущем и от заключения. Анжелика Королева, Артем Королев, Вести, Рязань. Новосибирск. Продолжение следует...